Сегодня у нас в гостях Ольга Олефер, генеральный директор Центра развития психологии и детства «Псилогия», главный внештатный педагог-психолог по Дальневосточному федеральному округу. Вы наверняка отличницей были, да? Нет, я совсем не была отличницей, я любила историю, литературу, русский язык, вообще языки. Ну, здесь, к примеру, видимо, математика нелюбимый предмет. Ну, там тройки смешные по физике, химии, алгебре, геометрии. А у вас оценивалось зачет, не зачет? Здорово же было бы, да? Да, но тогда надо детям дать тоже возможность выбирать, какие предметы он для себя считает профильными. Например, по той же истории я сожалела, что существует только пятибалльная система, потому что я была уверена, что я знаю на 10, и я хотела получать десятку. И тут было бы мне обидно, наверное, если бы мне ставили просто зачет, как кому-то, кто там, ну, рядом, ну, просто по низшей грани прошел. Поэтому тут, наверное, нужно тоже индивидуально подходить и к особенностям ученика. Ну, и предметы тоже есть разные. Например, по той же физкультуре у всех разные возможности. Там, наверное, это вообще возможно. Ну, то есть, в целом, выводы за то, чтобы заменить по ряду предметов пятибалльную систему на зачет, не зачет, просто пусть решают не только родители, но и школьники тоже, да? Я думаю, что все должно быть достаточно гибко. Школьники, если дать школьникам решить, они скажут, отменим все оценки, отменим 1 сентября и пойдем. Нет, ну, не все, конечно, у нас есть высокомотивированные школьники, но детству свойственно и шалость, и отлынивать, они так учатся, в конце концов, взрослеть. Поэтому, что нарешают одни школьники без руководства взрослых, тут, наверное, большой вопрос. У нас есть телефонный звонок. Константин, добрый вечер. Здравствуйте. Слушаю вас. Я хотел бы узнать, вы серьезно сейчас у вас программа ваша отменить оценки, там, решать родителям? Подождите, это даже не мы, это заменим просвещение. Серьезно? Ну, вот просто, если дадут родителям возможность выбирать, мы заранее проверяем, вот они проголосуют за отмену оценок или нет. Это не мы придумали, это министерство просвещения. А вы категорически против этого, насколько я понимаю? Да, конечно. Родители вообще ничего не должны решать в школе. В школе решают учителя, директор, министерство образования. Родители отдают детей и помогают учителю в воспитании своего ребенка. Вот так я считаю. Ну, спасибо за вашу точку зрения. Уважаемое мнение. Есть у нас еще один комментарий, который мы получили через наш редакционный ватсап. Считают, что для учеников лучше и понятнее все-таки оценки, потому что считают, если будут зачеты, то от этого вообще будет страдать вся система образования. Детям будет непонятно, почему они получили зачет или не зачет. Ну и вообще будут считать, что можно будет учиться уже все хуже и хуже. Слав, я должен некоторую коррективу внести, вот то, о чем ты сказал. Ну, во-первых, я напоминаю, что в первом классе оценки не ставятся. Там есть всякие системы звездочек, квадратиков и прочего. Далее, если вот смотреть по этой инициативе, которую ты озвучил, там идет речь все-таки не о всех предметах. Не о всех порядках. А о предметах, которые я бы назвал простыми. Музыка, изо, физкультура. Никаких физик и математик, литератур в этом перечне нет. Перечень этих предметов тоже в каждой школе родители могут выбирать. Нет, вот есть список, который, если это будет принято, будет вынесен как федеральное законодательство. И уже из этого списка смогут выбирать там родители или руководство школы. Но у нас есть еще один телефонный звонок. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер. Вообще, конечно, лучше, я считаю, что оставить оценки. Ну, потому что даже в смысле того, что родители должны знать, на какую оценку ребенок знает. Свою программу. Потому что поставят даже тройку. Это значит... Ну, или там не тройку поставят, а зачет или не зачет. Получается, даже если зачет поставили, тройка или четверка, неизвестно. А когда оценка, то все равно родители видят. На что ребенок знает, какие знания у него. Ну, то есть более мелкая градация, она позволяет выносить, ну, более субъективное суждение об уровне знаний. Конечно, конечно. Родители все равно должны знать. Вот, вы знаете, я бы, пока вы говорили, я подумал, что тот предмет, по которому точно надо убирать оценки, это физкультура. Я бы вообще никак ее не оценивал. Посетил, даже не зачет, не зачет. Посетил. Я бы совсем не умею рисовать. Какая там тройка, может быть? Это просто беда была моя. Ну, что теперь? Тут тоже как можно заставить человека научиться рисовать, если он не может научиться рисовать. А вот по поводу истории, Ольга, я с вами абсолютно согласен. Ну, какая тройка, когда я знаю реально историю на больше, чем пять, и причем на много больше. Веселая тема, мы еще вернемся в конце программы, а вы пока голосуете. На самом деле, мы вам не навязываем принятие этого решения. Наоборот, если вы проголосуете против, будет лишним доказательством, что вот не надо Министерству просвещения лезть со своими инициативами. А сейчас поговорим гораздо о более серьезных вещах, собственно, ради которых Ольгу и позвали в гости. Начало учебного года наверняка нам посыпятся опять жалобы о конфликтах в школах. Да, они каждый год случаются, и конфликты между учителями и учениками, и между учениками, и другими учениками. Возвращаемся к теме буллинга. Кстати, вы знаете хоть одну школу, где бы буллинга не было вообще? Нет, не знаю. И, наверное, это невозможно. Совсем, чтобы не возникали эти случаи, несвойственно это человеческому обществу. Буллинг возникает, к сожалению, не только в школах, он вообще возникает в любых коллективах. В студенческих коллективах, на работе, когда мы одного коллегу делаем пари или там веселимся над ним, переписываем ему роль шута или дурачка, ведь такое в коллективах рабочих тоже бывает. Другое дело, как эффективно школа справляется с этим. Вот если возник такой случай, то на какой стадии школа смогла подключиться и прекратить это? Или школа делает вид, что ничего не происходит, и эта история развивается и доходит уже от психологического насилия до физического насилия, порчи учебников, макания в унитаз рюкзаков, заставляют жертву буллинга воровать, идти на какие-то противоправные действия, преступления. То есть зайти это может достаточно далеко. Конфликт свойственен любой группе. Но отличие конфликта от буллинга в том, что в конфликте есть две стороны, они более-менее равноправны. Ну то есть поругались мы с вами, муж с женой, друг с другим другом. А здесь выбирается одна жертва, это заведомо более слабое звено. Есть тот, кто зачинщик, вокруг себя он собирает группу, которой он говорит, как действовать. То есть это заведомо большая группа, обладающая большей и психологической, и физической силой, которая выбирает жертву одного человека. И здесь конфликт не возникает спонтанно. Ну вот просто у меня плохое настроение, я прошла мимо, задела там линейкой по голове. А в чем могут быть причины конфликтов? Ну я понимаю, что самые разнообразные, но наверняка ведь есть какой-то набор, ну таких типовых, стандартных поводов для возникновения. Конфликты могут возникать по разным причинам. Несовпадение точек зрения, там, не с той ноги встал, мыслим мы по-разному. Это не про буллинг. Буллинг это не про конфликт. Вот я скорее про буллинг спрашиваю. От чего может быть причина буллинга? Причина буллинга это обычно какая-то инаковость ребенка. Все-таки инаковость на первом месте? Любая. Причем это, это может быть ребенок, ну, склонен проявлять слабость. Ну, часто там всего боится. Все говорят, я люблю ужастики, он говорит. А он закрывает глаза и говорит, а я не могу ужастики смотреть. Это может быть инаковость в плане внешности. Даже не то, что там полный ребенок, да, мы привыкли, там, дразнят. Это может быть слишком красивая девочка, которая пришла в класс, а там уже свои красивые девочки, и у них уже свои статусные позиции. И она тоже может стать жертвой буллинга. А может быть слишком круглый отличник? Может быть, слишком круглый отличник. Может быть, не так как-то одевается, или, может быть, неряшливо одевается. Может быть, не хватает средств, чтобы одеться, как все. То есть любая инаковость может стать причиной буллинга. Но здесь важно, чтобы появился тот самый буллер, который вот сформирует вокруг себя группу, которая будет действовать под его началом. А вот этот буллер, вам не кажется, что он изначально всегда тоже чем-то отличается? Возможно, у него какой-то комплекс. Возможно, его бьют родители. Совершенно верно. Разные причины этот феномен изучается тоже, да, с той стороны. Это и может быть, выносит он, например, его лупит старший брат, он научился делать, родители на это закрывают глаза, он научился так делать, он делает так в школе. Это может быть просто конфликты постоянные в семье, там, ссоры, неблагополучие, которые вот он вот так с этим справляется. Это может быть человек с неуверенной самооценкой, который боится, что на него, наоборот, будет организована травля, такой тревожный тип буллера. И для того, чтобы с ним это не случилось, но он достаточно интеллектуально, как бы он умен, он, работая на опережение, выбирает другую жертву, чтобы самому не стать жертвой. И в конечном итоге есть с высокими лидерскими качествами и с низкими ограничительными порогами по агрессии, есть и такие дети, которых вовремя не отдали в спорт, то есть не применили их энергию в мирное русло. И вот он таким образом реализовывается. Как действовать в этом случае родителям пострадавшей стороны? Ну, грубо говоря, с кем идти говорить? С учителями, с завучами, с родителями, вот... Или лучше ни с кем, ты говоришь, ни с детьми. Как себя вести в этой ситуации? Смотря, вообще, смотря какая стадия сейчас буллинга. Конечно, чем раньше он выявится на более ранней стадии, тем лучше. Тут опять мы возвращаемся к тому, что с ребенком нужен контакт, постоянно разговаривать, и не только про пятерки и тройки, а про то, как у тебя сегодня сложился день. Но если вы уже замечаете такие формы, как приходит ребенок в рваной одежде, просит у вас деньги, которые куда-то исчезают в никуда, там, портится имущество, он говорит все время, я хочу спать, он опаздывает в школу, он придумывает причины, что у него болит голова, болит живот, он просит проводить вас до школы, он просит забрать вас из школы. Это точно повод призадуматься, все ли хорошо. Хорошо. Разговаривать нужно со всеми. Если есть школьный психолог, нужно разговаривать со школьным психологом. Нет школьного психолога, в любом случае нужно разговаривать с классным руководителем. Вашему ребенку вы должны твердо донести, это не стыдно, что над тобой издеваются, стыдно тем, кто это делает. Потому что часто жертвы буллинга, они испытывают большой стыд, что они не смогли противостоять. Они ведь в какой-то момент не сразу сели и сложили лапки и все, делайте со мной что хотите. Они сначала пытаются бороться. Пытаются сопротивляться. Они думают, что это разовые какие-то ситуации, они пытаются бороться, они пытаются себя защитить. Но в какой-то момент они понимают, что они здесь беспомощны, тех много, а я один. И если при этом еще закрывают глаза педагоги, если нет доверительного контакта с родителями, то да, ребенок получается в полной изоляции. С родителями детей, которые устраивают буллинг, есть смысл с ними говорить? Я почему спрашиваю? Потому что в современном мире часто сталкиваешься с ситуацией, когда родители не то что поощряют, а порой поощряют какое-то сверх ненормативное поведение своих детей. Такие примеры у нас были. Было много. Из-за этого было несколько драк между родителями уже. Да, да, да. Вот как здесь быть? На самом деле это не особенно эффективная мера чаще всего. Поговорить-то стоит, пригласить директору стоит, но вам, как жертве мамы, жертве буллинга, стоит запастись так называемый есть дневник буллинга. Когда ребенок приходит из школы и записывает, что сегодня Вася взял мой портфель и вот на глазах у Маши и Пети засунул его в унитаз. А потом у меня собрались там тот, тот, тот и плевали со всех сторон. А вы не боитесь, что записывание этого для ребенка будет гораздо большим ударом, чем вот сам буллинг? Он просто признается в том, что... Нет, нет. Он записывает это для себя. С мамой есть доверительные, если, отношения. То вот для таких родителей, которые приходят потом на ковер к директору и говорят, да вы что, мой ребенок буллинг, он у меня такой чудесный, он у меня послушный, он у меня распрекрасный. Начинается просто проверка фактов. И те дети, которые... Ведь там же в этой ситуации нам нужно с вами не забывать. Есть группа, которая травит, а есть группа, которая молчаливо наблюдает детей. Они это все видят. Для них это тоже является травматичным событием. Потому что у них какой вывод? Я побоялся вмешаться. На моих глазах совершалась несправедливость. Потому что боится оказаться на этом же месте. Я поступил трусливо и так далее. Но когда будут вот такие вот расписанные доказательства, можно у тех же детей задать им вопрос, это было или нет. И дети скажут, да, действительно, это было. И тогда, может быть, это возымеет какое-то действие на тех родителей. Ольга, но вот самый классический случай избавления от буллинга из советских фильмов. Надо, вот если это мальчик, научить его драться, чтобы он пошел, накостылял обидчику-буллеру. Подействует или нет? Мальчик должен чувствовать в себе физическую силу. Вот так я скажу. Заниматься мальчику спортом в любом возрасте, хоть ему 5, хоть ему 50, всегда полезно. Это точно плюс сток уверенности. Но одного этого, этого мало. Я вам скажу даже больше. Одного учителя, вот одного учителя, который встает на сторону, ребенка которого травят, его мало. Это должно быть учительское сообщество. То есть если учитель приходит в учительскую, ему говорят, ну что ты, перебесится там, такой возраст, передерутся, пройдет ничего страшного. И он не находит поддержки у коллег, он тоже сам очень мало что может сделать в этой ситуации. Поэтому зависит и от администрации, прежде всего, школы, и вообще от коллектива. Формирование вот этой культуры, это Фрейд еще нам в 1910 году сказал, что в школе, конечно, будут конфликты. Туда приходят незрелые личности, дети и подростки. И мы думать, что мы избежим в школе конфликтов, это наивно. Но мы должны учить детей, во-первых, эти конфликты распознавать, справляться с этими конфликтами, уметь постоять за себя, то, о чем вы говорите, да, и учить культуре вообще добра друг другу. Но и все учительское сообщество должно вставать как бы в едином порыве. Если такой факт появляется, каждый должен работать с каждым. Может быть, у этого буллера-обидчика есть контакты как раз с тем учителем физкультуры, где он, например, там дает лучшие результаты. И, может быть, тот сможет ему донести, что так нехорошо поступать. Может быть, там, в той группе, которую он вокруг себя собрал, есть тоже разные по мотивам, по разным мотивам собранные дети. То есть это большая комплексная работа, которая не решается одним разом. Ну, как сегодня показывает практика, у нас это решается либо тем, что переходим в другую школу, потому что уже так невозможно, либо тем, что терпим до 9-го там класса, либо тем, что терпим до 11-го класса, ну, или уходим в соматические заболевания. То есть дети начинают болеть уже настоящим образом физически. Начинается врачебный супермаркет, постановка неверных диагнозов, там уже такой слом психики, потому что долгую изоляцию мы в природе люди выдержать не можем. А итог буллинга – это становится бойкот и изоляция полная. То есть тебя как будто бы вообще и нет. А если ты подвернулся, то, ну, максимум там в тебя можно плюнуть и все. И это тяжелые случаи. Ну, это не мир детей. Это мир людей. Это мир людей, да. Спасибо огромное. На гостях была Ольга Алейфер, генеральный директор Центра развития психологии и детства. Психология, главный мне штатный педагог-психолог по Дальневосточному округу. Продолжение следует...